Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вторник Страстной Седмицы посвящен воспоминанию о тех словах Господа и Спасителя, которые приоткрывают нам тайну страшного суда, кончины века. О дне же том и часе никто не знает, только Сын Человеческий. Вот эти слова, которые в прямом смысле имели целью своей дать людям возможность понять, что конец истории не зависит от человеческой воли, не зависит ни от каких факторов, ни от политических, ни от военных, ни от культурных, что конец истории в руках Божьих. И такое понимание, которое связывает слова Спасителя с эсхатологией, то есть с учением о кончине мира, вполне справедливы. Но в этих словах есть и еще иной смысл, который чаще всего остается вне нашего внимания. Мы забываем о том, что для каждого из нас конец этого мира никак не связан с эсхатологией. Он может действительно наступить в любой момент времени. И о дне том и часе никто из нас не знает. Это наша земная кончина, человеческая смерть. И если конец человеческой истории связывается, как я уже сказал, в сознании людей с каким-то неопределенным и, конечно, далеким будущим, то вот личный конец света это то, что реально и то, что действительно может наступить в любой день и в любой час. И мысль о смерти не должна терзать разум, психику человека, не должна напрягать человека. Мы просто должны понять, что смерть, как и рождение, есть очень важное событие в нашей вечной жизни. И смерть означает переход в иное бытие, для нас еще неведомое, но то самое бытие, с которым Господь и связывает все свои самые важные и самые сильные обетования, в том числе и те, о которых мы слышали сегодня в евангельском чтении. Каждый человек находится под влиянием многих и многих обстоятельств. Разные влияния оказываются на наш разум, на нашу волю, на наши чувства. Разные обстоятельства влияют на то, какие решения мы принимаем. И никому не дано вырваться из этих внешних обстоятельств. И даже те святые отцы, подвижники, затворники, которые уходили от мира именно для того, чтобы освободить себя от влияния внешних обстоятельств, и то не могли в полной мере от этого избавиться. За исключением, может быть, величайших подвижников, одной из которых была святая Мария Египетская, память которой мы всегда так торжественно прославляем в дни святаго и великого поста. Если человеку не дано стать выше внешних обстоятельств и полностью обрести победу над этими обстоятельствами, то тем не менее мы должны помнить, что наш внутренний мир, наши мысли, наши чувства, наши поступки, запечатлевающиеся в нашем сознании и в нашей памяти, это и есть все то, что формирует облик бессмертной нашей души. Это все то, что будет принесено Господу на суд. И не только в конце истории, но на тот самый суд, когда мы предстанем пред лицом Божиим после окончания нашего земного бытия. И потому слова Спасителя о конце истории мы не должны относить в это далекое и непределенное будущее, но сознавать, что у каждого есть свой конец истории, своя собственная кончина. И слова Спасителя мы должны применять именно по отношению к себе, задумываясь в первую очередь о том, что же мы принесем Господу на этом личном суде, который последует после нашей кончины. И вот Евангелие повествует нам об очень простых вещах. Господь говорит о том, что для Него самое важное в деятельности человека, что является высшим приоритетом и для нас, или должно стать высшим приоритетом, но чаще всего таковым не является. Накормил ли голодного, напоил ли жаждущего, принял ли странника, посетил ли больного, или побывал у того, кто в заключении. Какие простые слова, какие удивительно простые требования. Никакой философии, жизнь, причем жизнь простая, но именно в контексте этой простой жизни и формируется то духовное состояние личности, которое и определит на страшном суде и на личном суде после смерти наше состояние вечности. Святой Великий Пост открывает для нас очень много возможностей не только задуматься о самом главном, отталкиваясь от замечательных текстов Священного Писания и богослужебных текстов, но Он и дает нам силы к тому, чтобы изменить свою жизнь. Это молитва, это воздержание, и это добрые дела, которые Господь повелевает нам творить для того, чтобы обрести вечное спасение. Еще раз хочу сказать, что именно богослужебные тексты Великого Поста более всего способны донести до нас эти замечательные и спасительные истины. Нам лишь только остается воспринять это и укрепляясь молитвой, отдавая себя в руки Божии, стремиться исполнить все то, что мы научены нашим Господом и Спасителем ради нашего спасения. Аминь. С Великим Вторником поздравляю вас! Аминь.